Добрый день! Я Георгиевская Татьяна. Рада приветствовать вас на канале Татя Гео. Хочу поговорить сегодня о фактурах. Что такое фактуры, как вообще применять на участке, как их совмещать, что касаемо деревьев. Вот посмотрите наверх, пожалуйста. Специально остановилась. Посмотрите наверх. Вот видите, здесь дерево, оно скорее всего погибшее. Но какое оно мощное, какие он красивые у него ветви, как он изгибается. Посмотрите, какая красота. И видно сразу же, что это не елочка, это не лапки еловы, а это какая-то уникальная древняя такая структура. Ему, наверное, лет 300 этому дереву. Вот такая непонятная форма, она привлекает внимание, привлекает взгляд. Она выделяется от всех, отличается от всех остальных форм. Поэтому не обязательно, чтобы у нас на территориях все было кругленькое, зелененькое, каких-то вот таких обычных форм. Когда вы добавляете какую-то изюминку, когда вы находите какую-то интересную вот такую вот форму необычную, участок становится эксклюзивным. Наша задача, как дизайнеров, увидеть что-то необычное, совместить несовмещаемое, все это обыграть красиво, как-то наслоить одно на другое. Допустим, вот такая вот форма, такая фактура. Очень красиво вот на фоне неба смотрится, вот посмотрите. Прямо такое могучее дерево. Ветви уникальные. Какая красота. Пусть даже они без листиков сейчас стоят, но он сам по себе очень... Смотришь на него, такая мощная энергетика от него идет, от этого дерева. Пит Удальф, он вообще говорит о том, что хороший дизайнерский проект, это тот, который вы фотографируете в черно-белом варианте, смотрите на картинку и вам она нравится. Поэтому проследите. Так тоже можно делать, искать какие-то уникальные фрагменты, искать уникальные точки на вашем участке. Не бойтесь и не расстраивайтесь, когда у дерева отлетают листочки, желтеют, отлетают листочки. Оно также оставляет свою форму, фактуру и несет вот эти вот вертикальные штрихи, которые необходимы нашему глазу, необходимы какие-то акцентные такие точки. И лиственные деревья прекрасно эту роль выполняют у нас в саду. Вот такой момент. Они хорошо очень смотрятся на фоне. То есть лиственное дерево вы выносите вперед на передний план, а сзади вы делаете ему фон на будущее. Допустим, это ельник какой-то, что-то вечно зеленое. И тогда у вас, когда листочки облетят, осенью на фоне зеленых, допустим, лапок, на фоне зеленых елей, либо туй тех же, будут играть вот эти вот формы, вот такие вот интересные ветви. Каждая ветка, она уникальна, она неповторима. Вы не найдете ни одной похожей друг на друга, идентичной ветки. Используйте свою фантазию, используйте полностью возможности ваших растений. А вот то же самое дерево стоит с листочками. Посмотрите, какая разница. И вам, как хозяевам вашей территории, надо на перспективу просматривать, как действительно будет. Вот сейчас хорошо, что я покажу два варианта. Вам нужно предугадывать и просматривать, насколько красивой формы есть изгибы. Вот так вот это вот голубое небо. Могучие такие деревья, они всегда вызывают, у меня, по крайней мере, вызывают восхищение и восторг, когда я вижу такое богатство на территории. А это на самом деле богатство. Этим деревьям лет по 300 это точно. Не знаю, какая красота. Любите ваши растения в любой период времени, в любую погоду. Желаю вам удачи на ваших участках. С вами была Георгиевская Татьяна. До новых встреч на канале Татья Гео. Пока-пока.